Как? Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию супергероя в мой сруфте. Катюхи дома нет, она опять на учёбе, а у меня на коленках мой новый костюмчик Человека-пук, который подарил мне Тони Старк. В нашем городе сегодня воскресенье, работы никакой нет, но зато преступность тоже не дремлет, и мне нужно идти и спасать мир. В принципе, чем я сейчас буду заниматься, я в эту же секунду отправляюсь в город, наверное, не на машине, зачем мне на машине отправляться, если у меня свои две ноги есть, которые... Наверное, даже быстрее, чем машина... Катя... Привет. Привет. Куда мы идём? А ты не на учёбе? Давай подумаем вместе. Я... На... 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 На работу. На работу. Я... Я поеду на работу, вот, у меня... У меня работа в воскресенье. Экстренное совещание, меня начальник генерал Петрович Васильевич IV вызвал на совещание. Катя. Я слушаю тебя, ну. Я... Я еду на работу в воскресенье, мне буквально там на 3-4 часика вызвали, я бы я быстренько на работу, вот уже в машине, видишь, сижу, вот, и я быстро туда-обратно. Давай вместе съездим. Не надо вместе, пожалуйста. Лихали вместе. А чё ты от меня хочешь? Ты... Ты... Ты вроде-ка сказала то, что пош... Ты сказала, что пошла на учёбу обману... В воскресенье. А, то есть, ты не говорил, что пойдёшь? Нет. Выходной у людей. И у тебя должен быть выходной. Куда ты постоянно ходишь? Город от преступности избавлю. Поехали вместе. Я просто посмотрю и отстану от тебя, хорошо? Я просто в участок, в участок. Что, поехали в участок? Слушай, у нас здесь торговый центр открылся новый, пятёрочка называется. Я тебе дам 100 рублей, у меня там вроде есть, дам тебе 100 рублей. Я купил эти спички. Я нет, там рюкзак гучи какой-то. 100 рублей? Ну, хотя бы пальмич. Даже пальмича за 100 рублей. Ну, мы уже, в принципе, подъехали сюда, к участку, да, вот сейчас я здесь... Как мы смотрим, что ты тут занимаешься? В смысле, работают целыми днями, семью нашу обеспечивают, чтобы пожрать было, чтобы трусы дома чистые, чтобы одежда, носки. Кать, ты понимаешь, тебя туда не пустят. Что ты сказал? У меня все знают. Закрыто. Видишь, видишь, закрыто, даже... Конечно, в воскресенье никого нет. Нет, в воскресенье здесь много людей, просто... Покажи мне хоть одну живую душу. Сейчас, дай я зайду. Ну, меня вызвали. Меня вызвали, сказали, что, мол, Эдисон и Эдуард, приезжайте там. Ну, меня вызвали, понимаешь? Что? Полиция, как бы, полиция даже в воскресенье работает. То есть, по твоей немножко странноватой логике, если в воскресенье кто-то там нападет на кого-то... Кстати, ты понимаешь, КамАЗ, КамАЗ, я сейчас зайду, я сейчас так зайду, я сейчас так зайду, я сейчас так зайду в эти двери, ты вообще офигеешь, насколько сильно я их могу выбить и зайти туда. Бабульку сегодня КамАЗ сбил. Шок. Прикинь, за рулем пятилетний ребенок был. Батя ему дал свои права, сказал, съезди в пятерочку, купи мне там бутылку молока. Малый, на КамАЗе, ты прикинь, иди уже вовнутрь, покажи мне, кто тебе позвонил и кто вызвал на работу в воскресенье. Ну, я первый приехал, просто слишком рано, мы приехали. И подолкнулся. Да, ну, мы сейчас тут под... О, да, вот, вот. Единственный дежурный, дежурный... Это ты с ней, да? Нет, дежурный, это Маринка. Это ты с ней. Что, я с ней работаю, это моя коллега. Коллега по работе. Маринка, поздоровайся. Это моя... Кто-то там, девушка. Кать. Странно, в воскресенье она на работе и ты, да? Ну, это реально странно. Меня вызвали на работу. Мы приехали... Нет. А кто? Генерал П... Как его? Генерал Петрович Васильев 4. Где он? Не приехал, он всегда опаздывает. Ну, ладно, пока мы ждем генерала, я тебе небольшую экскурсию проведу здесь. Может, ты устанешь до того момента, как он придет и домой поедешь, я не знаю. Не, у меня сегодня все нормально. У меня полосы, энергии. Жаль. Ну, тогда смотри. Это у нас здесь обезьянник. Здесь мы храним людей. Тебя по себе зовут. Меня зовут. Здесь бомжи. Один бомж. Один бомж. Здесь второй бомж. Мы его тоже там на улице нашли. Он, не знаю, там ходил с камерой, что-то записывал. Там, знаешь, не понятно. Бомж, я, бомж, я вызываю. Ну, короче, он хулиганил. Сильно мы его посадили. Это второй бомж. Это здесь сюда лучше не смотреть. Здесь у нас... Трупы, трупы. Это полиция, это милиция. А здесь у нас грабитель. Прикинь, этот грабитель за последнюю неделю 7 домов обокрал. А причем 7 домов один и тот же. То есть он в один и тот же дом 7 раз заходил и воровал какие-то там золотые кнопки у него, там, телевизоры. 7 дней подряд в один и тот же дом. И 7 дней подряд его забирала скорая помощь в больницу, потому что там один, ну, хозяин его там электрошокером-то один разбил. Хорошо, хорошо. Где генерал? Генерал? База. База, 69-й вызывает. База. А, спит, наверное, в выходной, да? База, ответьте, пожалуйста, ядрить колотить. Очень срочно, База, здесь вообще уже кошмар просто. Доброе утро, База. Посыпайтесь. Рация барахлит просто. В последнее время нужно просто новую рацию купить. А, кому это ты барахлишь? Слушай, Катя, тебе не кажется, что ты в последнее время как-то очень сильно меня подозреваешь? Я реально пришел на работу, здесь пока что никого нет. Я, ну, вот, вот мое рабочее место, я сижу, жду. Конечно, я тебя подозреваю. Так почему ты меня подозреваешь, если я на работу целыми днями хожу? Мир спасаю, людей спасаю. Странно, тебя кто-то вызвал, какой-то генерал Петрович, третий, четвертый, шестой. А его здесь даже нет, здесь никого не, кроме Маринки. Потому что ты мне с ней изменяешь, да? Я не изменяю тебе с Маринкой, совпадение, совпадение просто такое. Странное совпадение, ты который раз уже сюда ходишь и ничего не... Второй? Это уже реально паранойя какая-то. Я зарабатываю деньги для снижения... Что? Где ты, что ты делаешь? Покажи мне. Я работаю, меня вызвали... Так он, выключи. Так я только что пришел. Включай. Не буду. Почему? Ты же работаешь. Кать, я работаю. Подойди к этой Маринке, подойди к Маринке. И что с этой Маринкой? Что Маринка? Чужих мужиков уводить, думала, да? Маринка... Это коллега моя. Ты мою коллегу сейчас... Никого она не... Все знают то, что у меня есть девушка. Я ни с кем не гуляю. А знаешь, есть такие девушки, которые знают, что он других мужиков не сделает. Кать, не начинай, пожалуйста, опять этот срач. Просто докажи мне, что ты реально работаешь. Я не знаю, как тебе доказать. Я тебе каждый день говорю, что я просто прихожу на эту проклятую работу полицейского. Посидеть с Маринкой вообще. Да не смотришь... Знаешь что, я буду уходить от тебя, походу. Куда ты от меня будешь... А вот туда буду уходить. В дверь? И все. За прошлые вещи уеду. К маме. За то, что я работаю просто. За то, что ты обманываешь меня. Я не обманываю тебя. Обманываешь? Нет, успокойся, пожалуйста. Ну и что, все, я ухожу. Я ухожу, все. Стой, стой, стой. Да все, все. Хорошо, хорошо, я все расскажу. Я не хотел тебе подвигать опасности. Ты что? Если ты думаешь, что я тебе изменяю, нет. Молния, дождь, кстати, небо светлое. Сегодня обещали ураган. Я тоже что-то как-то страх... Реально не... Где, откуда? Я не знаю, откуда, короче, неважно. Что это такое? Это... 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 Ща, 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 ща. Вот, вот генерал, генерал... Я обещаю... Здорово, здорово. Генерал, вот который я обещаю... Да, вот. Это он, это... Это... Он, да. Человек-пук, здорово. Странный немножко. Ты у меня объяснишь, что происходит? Генерал... К пустой башке руку не прикладывает. Положи руку на голову, быстро. Уже не пустая. Генерал Васильев 4, здравствуйте. Вы меня вызывали сегодня на работу? Вот, я пришел. Со мной, конечно, девушка, потому что она подозревает меня. То, что... Какой Василий? У него амнезия там немножко бывает. Почему он в поще? Потому что он, ну... Он, он, у него там мания все. Власти, а там он... Ну, он же генерал. И у него, знаешь, такая королевская фамилия. Там генерал Васильевич. А зачем вы его сегодня на работу-то вызвали? Зачем вы меня сегодня на работу-то вызвали? Зачем, зачем вы меня сегодня на работу вызвали? Короче, там беда. Видишь? Беда какая-то. Видишь? А ты мне не верила? Срочно. Срочно, Катя. Срочная беда. Рассказывайте, генерал. Истребители. Видишь, истребители. Тут вообще война народного масштаба. Истребители прилетели. Или ты думаешь, что я реально здесь просто хожу, пипики пинаю? Камень бесконечности. Какой камень бесконечности? Какой камень бесконечности? Что вы несете? Что вы несете, генерал Васильев Петрович? Как его там? Я не помню. Я не помню, сложное имя. В общем, вы скажите, я могу идти домой? Я свободен? Зачем вы меня вообще вызывали? Я хотел сегодняшний день провести со своей девушкой. Ты не хотел сегодня провести со мной день? Я хотел, просто тебе не успел сказать. Рассказывайте, рассказывайте. Там локи, вертолеты. Что он несет? Вертолеты, истребители прилетели. Видишь, тут, короче, порта... Давай его в психушку отвезем и все. Да, можно. Все, давай. Давайте мы вас в психушку отвезем. Ну, давайте позже. Давайте я сейчас пойду домой. Ага, какая психуш... Я сейчас пойду дом... Пук. Кто тебе позволяет? Я не знаю, но он генерал, он может себе позволить. В общем, мы с вами свяжемся. Генерал, капитан-майор Васильев, стой. В смысле? Да, да, я стою. Я просто домой хотел сгонять туда-обратно. Я бы... Чё ты, дебил своими... Ты молотками этими бросаешься. Чё он только что сделал? Как сложно с вами. Что одна, что другая. Что вы ко мне перестали, генерал? Как, может, объяснишь уже, что происходит? Война, миру может быть конец. Миру конец, а ты меня отвлекаешь. Пошли за мной. Я не могу сейчас пойти, ты видишь, со мной. Вы чё вообще тут творите? Вы работаете или мир спасаете? Оставь её дома. Да не могу сейчас дома. Она думает, что я изменяю ей. С Маринкой. С Маринкой или с тобой, возможно. Я уже не знаю, что она обо мне думает. Ты не видишь тут конец. Он мир спасает. Видишь? Он наперед... Он мир спасает, а не изменяет. Видишь, я миру тебя спасаю. И тебя в том же числе. И всех на этой планете. Езжай-ка ты домой. Фу, ну твой генерал Петрович Васильевич Третий, Пятый, вообще. Он улетел? Так, это у меня вот здесь что? Ты летаешь? А, у него... Это... Побочная... У него... У него диабет просто. Он болеет. У диабетиков... Просто... Ну это побочный эффект от препарата всяких. Чё? Чё ты мне не делаешь? С девушкой ничего... Я... Я нет, я не говорил, что у вас диабет. А почему у меня вообще должно быть интересно? Диабет у него? Ну вот видите... Он только что взлетел. Ну... А, у вас нет диабета, молодой человек? Я говорю, у него... Ну вот это то, что ты якобы взлетел. Якобы... Нет, у меня... Я говорю, он вообще... Он уже старый. Видишь, у него борода просто седая. Ему уже лет под стол. У него не седая, а барана. Ну диабет... У диабетиков всё моложе выглядит. Так, я... Герой? Он народный герой, он генерал. Он народный герой, естественно. А я пока ещё нет. Я просто так, маленькая такая пешка. Ну я просто спасаю иногда. Объясни мне уже, что происходит. И ты тоже объясняй, чувак. Человек-пук, пошли тебя Старк убьёт. Старк? Ладно. Подожди, подожди, подожди. Ни слова больше не гори, пока мы в дерьмо не вляпались. Да. Я тебе не говорил. Я... Я работаю на Тони Статко. Ты знаешь, что это за человек. Ты знаешь, как... Ну, какие у него связи. На что он способен. И в контракте прописано... Я заключил с ним контракт. В контракте прописано, что я не могу разглашать эту информацию. Она конфиденциальная. И если я кому-то её скажу, то меня просто засудят. Извини, я даже тебе не мог сказать. Но я реально работаю на него каждый день. Я не могу подвергать тебе опасности. Потому что ты знаешь, сколько хейтеров у Тони Старка. И у меня уже много хейтеров. Первая моя работа полицейский. Вторая моя работа... Я... Стажёр у Тони Старка. А, я-то уж подумала, что ты мне изменяешься. Ты Маринкой крашен. Да, не-не-не, у Маринки вообще там... Так ты мир спасаешь. Ну, я Тони Старку помогал Маринке там... Офигеть. Да, мы тебя ждём на базе Старка. Надо пропал закрыть с помощью Камня Бесконечности. Пуле свою паутину, чтобы добраться до неё. Ну всё, иди тогда. Я-я-я... Некого домой, да? Да, да, ты давай, Кать, домой. Я, к сожалению, не могу тебя отвезти. А я пешком. А, у меня... Ой, ладно, короче, всё, давай, работай. Диабет, да. Да, я поняла. Хорошо. Всё. Да. Кать, это... Пешком, да. Спасибо большое. Я-я-я честно... Да всё, я... Да. Кать, я молодец. Я пошёл, кто не стан... Да. Ага. Кать, да. Ага. Господи, это помилое, это... Давай, Кать. Пока. Пока, пока. Вот докуда яйца жались. Я чё-то засыковал немножко. Меня тут чуть не спалили, что... Меня тут чё-то... Меня тут почти не спалили. Ребята, эх... Господи, какая нервная серия. С ума сойти можно. Зато у меня сейчас есть большое преимущество. Катя больше не будет меня доставать, и мы не будем с ней сраться целыми днями, каждый день дома. Что я куда-то там ухожу, ночные смены. Она знает, что я работаю на Тони Старка. Наверное, Тони Старк мне, конечно, звездюлей пропишет за то, что я рассказал. Но... Самое главное, это я ей не рассказал. Ха-ха-ха. Всё, я сваливаю просто домой, в машину и обратно. Ставь лайк, усик, прямо сейчас, если хочешь продолжения. И подпишись, ядрить, колотить на этот канал, чтобы мы Катя смогли потом в следующий раз чё-то нам доказать, что я там ролики, допустим, записываю, а не изменяю ей. Подпишись, пожалуйста, нажми на колокольце, чтобы никогда не просыпать новые серии. А я полетел, поехал домой. Вот тор-дебил со своим диабетом чуть не спалил. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. Ой, тяжёлая жизнь. Человека-пука. Пу-ку. Пу-ку.